друзья мои всем привет я нахожусь сейчас на новом объекте и перед началом работ хочу вам показать показать то что нам достался достройщика эту прелесть эту красоту которую делают нам высококачественные специалисты которые работают за зарплату главное что было ровно чисто бело ну короче красиво чтобы показать вам всю прелесть этого пришел ко мне один мой товарищ который с помощью которого в общем я смогу все это продемонстрировать это обычное полутораметровое правило к сожалению более большого правила у меня с собой сейчас нет поэтому достаточно будет одной полторашки и так для начала стена стена от штукатурена гипсовой штукатуркой это у нас вход в наше помещение здесь вот ванна там у нас соблюдал туалет вот этот вход куда как говорит как бы застройщик то что можно ничего уже не делать а просто клеить поверх этого всего обои либо обои либо декоративную штукатурку покраску кому что удобно принципе да чё тут заморачиваться пришел быстренько обои наклеил да и живи ну единственный минус конечно вот туалет с ванной не сделал но их тоже можно просто облепить плиткой как хотите а потом уже переезжать сюда просто жить ну в общем берем провилку вот она провел к полтора метра прикладную просто вертикально стеночки и что мы тут имеем практически все идеально посмотрим ну а там такой небольшой зазорчик провела немножко ходит ходу но я думаю это ничего страшного нету потому что это всего лишь полтора метра было бы больше я думаю лифт был бы больше ну как бы это еще не все точнее все я пошел дальше это у нас коридор все идеально идеально местами конечно такие провалы там есть я вам покажу конкретнее сейчас переключу камеру очень покажу конкретнее но переходим будет на кухню кухню прикладываем правило тоже все идеально ровно идеально ровно с этой стороной с этой стороны посмотреть на просвет то уже появляются небольшие ямочки это у нас чистовая отделка штукатурочка выполненная на высшем уровне такой вот зазорчик где-то миллиметров 7 ничего такого особенного противоположная стена тоже все ровненько четко и аккуратно а подумаешь тут небольшой зазор где-то миллиметров 12 может побольше но в этом принципе нет ничего страшного и подумаешь тут вот такой вот бугорочек есть бугорочек он специально предназначен для того чтобы разделить зону фартука и зону кухни зато вот так у нас почти что все идеально ровно но не считая там пару стройку миллиметров которые в принципе и в глазах они бросаются еще одна стеночка тоже такой небольшой зазорчик 5 миллиметров это разве страшно ерунда а вот здесь вот такой вот небольшой остаток нехватки материала не кажется что тут мастера просто вечером закончили штукатурку а на утро просто забыли сюда прийти и домазать подумаешь все равно доделывать кто-то другой будет принципе ничего страшного там нет все исправить другие друзья мои специально для вас я снимаю как должен быть сделан натяжной потолок вашей квартире вот такие вот красивые ровные линии всегда должны присутствовать после монтажа натяжных потолков ваших квартирах обратите внимание запишите запомните если у вас не так то нужно все переделать заново ну разве это не красиво смотрите какая красота ровные четкие линии все вдоль стены аккуратно прилегает потел потолок натяжной непосредственно к самой стене все ровно четко и аккуратно нет кто может вообще поспорить профессионализм этих ребят которые делали здесь ремонт выравнивали стены я думаю вины натяжников здесь практически нет потому что какие стены имели на те стены и натянули вот такая вот волнообразное примыкание стены и потолка которые реально просто незаметно вооруженным взглядом но так вот зачет и великолепно выполненная работа садитесь спасибо кстати хотел обратить внимание на эту трубу труба холодного водоснабжения установлена она вертикально без всяких углов без загибов к стене и держится на таких вот хомутах и хомут явно больше чем сама труба ходит все ходуном если такой хомут установлен на каждом этаже получается все эти метры трубы которые идут от первого этажа и до последнего будут просто свисать загибать трубу на нижних этажах поэтому я считаю стоит подвести эту трубу к углу сделать компенсационный переход для того чтобы закрепить трубу к стене и не было от этого самого загиба и провисать это вот у нас вид шахта вид шахта мы сносим сносим ее для чего для того чтобы расширить пространство ванной комнате чтобы уместить там инсталляцию сделать сантехническую разводку в этом углублении сделать более засунем сюда стиральную машину трубы сдвинем короче выиграем в нашем помещении дополнительное место дополнительное пространство для того чтобы она стала еще больше то есть мы не будем за счет вот этого всего уменьшать ванну комнату мы ее на борт расширим это перегородка между туалетом и ванной ее мы тоже демонтируем демонтировать буду я а приду специально обученные ребята которые занимаются демонтажом стен перегородок и также сразу собирают за собой мусор и вывозят это очень удобно очень хорошо поэтому я не думаю чтобы не думаю что мастер который уважает свой труд должен был демонтировать стены перегородки ну и все тому подобное в принципе я думаю обзор на это можно завершить что будет происходить и как это будет происходить смотрите дальше видео которые будут выходить на канале перестройка 116 меня зовут ленар до новых встреч на новых видео надеюсь этот небольшой обзор который вы сейчас посмотрели был для вас полезен и вы поняли что есть что главное начало положено первое видео с этого объекта пока